МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Эрудит пятерка". АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня в студии эрудит пятерки праздник, вернее, филиал праздника, потому что мы вместе с присутствующими здесь людьми празднуем юбилей Гомельского областного дворца творчества детей и молодежи. В далеком 1937 году помещение, даже не помещение, а целый дворец Паскевичей отдали детям. Вот видите, не все так было плохо в ту эпоху. Отдали детям, и дворец поселился там, развивался, рос, встречал радости, встречал войну, горести, поражения, набирал успехи, дипломы, медали, победы. Выпускал замечательных детей, которые до сих пор это помнят. Вот 80 лет прошло, через дворец прошло неимоверное количество воспитанников, хотя сейчас принято говорить обучающихся. Но все равно воспитанники, наши замечательные дети, стали, я уверен, замечательными людьми. Сегодня мы празднуем 80-летие дворца творчества. 80 лет бесконечного творчества. Привет, дворец! Хочу обрадовать вас, что, как и нашу передачу, иногда мероприятие дворца поддерживает телерадиокомпания Гомель и гомельский обл.исполком. Спасибо им, поклоны земли! Ну, начнем. А вот, да, это вот радостные капитаны красных слева. Это воспитанники наших педагогов. Справа синие – это педагоги. А вот руководители клуба, объединений и так далее, и так далее. Итак, мы начинаем нашу уже боевую игру. Итак, педагоги против своих выучеников. Красными – рулится Данила Федора. Ну, а синими, как и положено, заместитель директора. Да. Это первая игра, в которой у нас чиновник столь высокого ранга присутствует. Татьяна Александровна Белодедова. Приветствуйте! Ну, и начнем мы с нашей блеф-игры, с нашей донетки. То есть я даю какую-то информацию, я могу врать на голубом глазу, а могу, собственно, и правду сказать. Иногда у меня это случается. Данил, нужен человек с могучей интуицией на эту игру. Кого вы отправляете в бой? Я считаю, что нужно отправить Татьяну. Татьяну. Танечка, интуиция. Понятно. Татьяна Александровна. А я думаю, что я буду играть против Татьяны. Татьяна против Татьяны. Вперед! Я надеюсь, что в конце этой игры я не скажу, наша Таня громко плачет. Итак, внимание, блеф-игра. Нужно нажать кнопку и сказать «да» или «нет». Тут только одно нажатие, потому что после правильного или неправильного уже бессмысленно нажать второму. Итак, пять очков стоит правильно. Ответ начнем. Верите, что наш дворец в 1937 году назывался «Дворец пионеров и октября». Фальстарт у Татьяны. Наш электронный судья очень строго за этим следит. Он бдит. Татьяна Александровна? Да. Да, конечно, так он и назывался. Дворец пионеров и октябрят. Верите ли вы, что в дворце сегодня занимается около двух тысяч человек? Татьяна? Нет. В нашем дворце занимается около двух тысяч человек, но в течение учебного года их становится все больше и больше и больше, но мы всех принимаем. Приходите, играем. Верите ли вы, что в свое время во дворце была собственная радиостанция? Татьяна, что же у вас нервы не выдерживает? Татьяна Александровна? В свое время когда-то была? В свое время, да. Была? Точно была? Нет, не была. Так, подожди. Да или нет? Нет, не была. Не была. Была Татьяна Александровна, была у нее даже был свой позывной. Однажды через именно эту радиостанцию меня срочно вызвали на съемки «Что, никогда?» Чтобы Ворошила мне вручил приз, как самому азартному игроку. Вот тут радиостанция, это мне врезалась в память навечно. Играем. Верите ли вы, что в отделе компьютерной техники дворца можно заняться роботехникой? Хорошо. Татьяна? Да, конечно. Роботы прямо гуляют по дворцу. Играем. Верите ли вы, что с 2007 года наш дворец принимает чемпионат Европы по интеллектуальным играм среди школьников? Татьяна Александровна? Да. Да, конечно, принимает уже много-много лет. И в следующем году, надеюсь, примет турнир уже лицензирован. Итак, внимание, после блеф игры. Счет 5-10 в пользу синих, в пользу педагогов. Играем дальше. Итак, дуэль игра. У нас 5 боев, у каждого боя своя тема, естественно, под педагогов, под объединение. Все это делалось, писалось, чтобы каждый блеснул интеллектом и эрудицией в своей области. Итак, внимание. Первый бой – лидеры. Второй бой – мы начинаем КВН. Третий – кисти и краски. Ну, как без художественного отдела могли обойтись. Четвертый – компьютер для чайников. И последний – воспитатели. Итак, 5 секунд, чтобы вы решили, кто готов какую тему на себя взять. Поехали, 5 секунд. В общем-то, лидеры. Обсуждаем. Воспитатели. КВН. Художник. КВН. Вы воспитатели. Лиза. Татьяна. Марья. Лизавиат Аполл. Время истекло. 5 секунд закончились. Данил Федоров, капитан детей, капитан людей, капитан красных. Данил, кто у вас лидер в команде? Ну, я понимаю, что вы капитан, но есть еще и лидер неформальный какой-то. Я считаю, что Лизавета. Лизавета. Отлично. Лидер в команде взрослых, педагогов. Ну, учитывая, что я руководитель клуба «Лидер», то я. Хорошо. Итак, и Лизавета против Татьяны Александровны. Вперед! Лиза! Лиза! Итак, руководитель клуба «Лидер» Татьяна Александровна и Лизавета. Лиза, у меня сразу к вам вопрос. А вот какие качества вам прививает в клубе «Лидер»? Качество «Лидера». Логично. Трудолюбие. А еще? Так, что есть? Терпение, активность. О, молодец. Итак, лидеры. Я вам лидера, а вы мне то, что он возглавляет или возглавлял. Поехали. Ангела Меркель. Татьяна Александровна? Германия. Германия, конечно же. Канцлерин. Я. Да. Эммануэль Макрон. Да. Ну? Не помните, что, какую страну Эммануэль Макрон сейчас возглавляет? Жена у него еще на 10 лет старше. Татьяна Александровна? Франция. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, педагоги. Ну, вы же сами учите, что подсказывать на уроках и на занятиях нельзя. Францию, конечно, но пятечком мы не засчитываем. Антонио Гутерреш. Это организацию он какую-то возглавляет такую международную. Ну, много ли вы знаете международных организаций таких? Понятно. Организация объединенных наций. Реджеп Эрдоган. Ой, во всех новостях. Он еще Путина другом назвал дорогим буквально недавно. Что же за страна такая, куда ездят отдыхать наши люди? Турция. И заканчиваем. Гай Юлий Цезарь. Римская империя. Римская империя. Вот в таком виде не могу принять. Там другая форма правления. Империя это уже Октавиан Август. Лиза, может вы знаете? Римская... Республика. Римская республика, конечно. Пять очков Елизавете. И на этом бой лидеров завершен. После первого боя, счет 10-15 в пользу педагогов, мы играем следующий бой. Мы начинаем КВН. Данил, КВНщик в команде есть? Есть. Кто это? Ее имя Мария. Маша, хорошо. Татьяна Александровна, кто у нас с КВНом во дворце? В дворце Любовь Андреевна. Вперед! Маша против Любови Андреевны. Отлично. Любовь Андреевна, говорят, что у нас на базе вашего клуба работают какие-то КВНовские лиги даже в городе. Да, у нас работает областная школьная лига. Отлично. И кто у нас на данный момент является чемпионом? В данный момент чемпионом является средняя школа номер 9 города Гомеля. Хорошо. Вот почему у нас нет ни одного игрока на эрудии пятерки из девятой школы. Там занимаются другими делами. Итак, внимание. Мы начинаем КВН. История этой замечательной игры. Предшественником КВН была игра под названием ВВВ. Расшифруйте. Фальстарт Любови Андреевны. За ним очень строго следит наш электронный судья. Маша, может, вы знаете? Веселые вопросы. А какое время дня? Вечерний веселый. Да, вечер веселых вопросов. Я понимаю, вы волнуетесь. Гораздо проще стоять перед полным залом и шутить, чем вот нажимать на кнопку и пытаться что-то вспомнить. Но тем не менее, браво. Первый ваш опыт получился. Хорошо. А если вы улыбнетесь, вообще покорите. О, великолепно. Всех зрителей. Прекрасно. С 1964 года КВН ведет он и только он. Любовь Андреевна. Александр Васильевич Масляков. Именно Васильевич. По-другому бы не принял, конечно. До 1968 года КВН был похож на нынешнее «Что, где, когда он шел». Да? Он шел в виде викторины. Нет, он шел вот тут что-то другое. Он шел как игра со зрителями. Это было ВВВ. А на самом деле до 1968 года он шел... Нет, нет. Все, Любовь Андреевна, все, сказали. Он шел в прямом эфире. Даже говорили, в Москве метро уже закрылось, а КВН еще идет. Прямой эфир, спонтанные конкурсы. Вот так это было. Интересно. Играем дальше. Первым чемпионом возрожденного во времена перестройки КВНа стала команда... Откуда? Да. Одесские джентльмены. Одесские джентльмены, браво! Так и хочется накинуть белый шарфик и под тему из Шерлока Холмса выйти и что-нибудь такое пошутить. Играем. Это голосящая иногда птичка, талисман КВН. Любовь Андреевна. Голосящий Кивин. Браво! Итак, после второго боя мы так хорошенько начали КВН. Счет 20-25 в пользу педагогов. Следующий бой. КИСТИ И КРАСКИ Даниил. Я считаю, что нужно выступить Лизавете. Хорошо. Хорошо. Елизавета. Великолепно. Татьяна Александровна, кто у нас? У нас Геннадий Викторович Шуремов. Прекрасно. Итак, Лиза против Геннадия Викторовича. Вперед! Геннадия! 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 Славная эта замечательная девочка. Всем. Всем. Хорошо. А в творческом плане, я понимаю? Молодец. Хорошо. Великолепно. Хорошо. Да, вот Штирлиц не расколется никогда. Лиза, вот ваш любимый вид живописи, в котором вы работаете? Я в основном рисую геометрию. А вот так вот даже. Хорошо. Это тонко. Все, играем. Итак, кисти, краски, элементарные вопросы по истории живописи и вообще в тему. Именно его купает мальчик на картине Петрова Водкина. Кого купает? Красный коня. Красного коня купает, конечно же. Именно так называется роспись свежей краской по сырой штукатурке. Ну, смелей. Не знаете? Берется сырая штукатурка, берется краска, вы нажимаете кнопку и отвечаете. Правильный ответ. Нет? А про фреску вас не учили? Это фреска. Играем дальше. Возможно, фамилия этого замечательного русского художника происходит от названия краски красноватого цвета. Вот как нервы. Лиза, может, вы знаете? Русского художника. Русского художника. Он еще такой... Ей такая женщина на санях. И то ли сочувствует, то ли издевается. Не знаете? А это Дюмия Суриков. Краска Сурик. Красная. Играем. Так подписывал свои картины Винсент Ван Гог. Он подписывал какой-то из частей того, что я сейчас озвучил. Он был простой. Да. Ван Гог. Нет, не Ван Гог. Вот что еще осталось? Просто Ван. Просто Ван. Ван это по-китайски князь. На самом деле он подписывался именем Винсент. Все. Теперь вы это знаете. Играем. Холст Моне, впечатление восходящее солнце, дал название этому течению в искусстве. Хорошо? Течение в искусстве как называется? Импрессионик. Импрессионик, конечно же. Итак, внимание. После кистей и красок счет 20-35. Геннадий Викторович вывел команду педагогов вперед. Следующий бой. Деньги! 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 Итак, пришла пора у нас нажать на кнопочку старт или рестарт, потому что у нас компьютер для чайников. Даниил, кто у вас? Я собственной персоной. Отлично, великолепно. А Татьяна Александровна у вас? С каком Светлана Борисовна. Итак, Даниил против Светлана Борисовны. Вперед! Деньги! 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 Итак, внимание. Дениил, ваше самое большое достижение, на нынешний момент. Я считаю, что третья степень на межсоюзном государстве. Великолепно. Говорят, у вас по дворцу вот так прямо гуляют роботы. Это вот очень сложно? Или вот любой человек, который может прийти во дворец и заняться? Я думаю, что любой человек может прийти. Раз мы начинаем детей с первого класса учить, то любой. Опа! Роботы уже с первого класса. Дыхание 21 века. Играем. Итак, компьютер для чайников. Это самая распространенная операционная система. Прошу. Windows. Windows, конечно. Причем по последним данным, почему-то не последняя десятая Windows, а Windows 7. Играем. Без этого животного адреса электронной почты не бывает. Северно-бресная? Мышь, наверное. Ну, где вы так видели? Мышь. Ти-ти-ти-ти-ти. Я не услышу бабка. Прошу, прошу. Собака, конечно же. Даже Билл Гейтс попросил прощения у пользователей за эти три веселые клавиши. Билл. Да. Control, Alt, Del. Да, конечно. Control, Alt, Del. Перезагружает система. Он сказал, что если бы у него было больше времени или больше любви к людям, он бы придумал какие-то другие клавиши, а так уж больно неудобно. Играем. Один из значков на рабочем столе будто бы призывает сделать с компьютером то, чего с ним делать нельзя. А что за значок такой? Как он называется? Не успеете открыть рабочий стол, появляется значок. Да? Ну, я попытаюсь. Может, корзина? Нет. Компьютер в корзину ничего, вытащим. Ну, Данил, спасибо. Возможно, пуск. Нет. Ребятушки, значок называется «Мой компьютер». Мыть компьютер не советую. Сгорит все, все что угодно. И заканчиваем. Название этих программ берет начало от слова со значением «пролистывать». Листалка такая. Ой, ой. Слово «пролистывать». Да, слово «пролистывать». Ну, увы, увы, увы. Ну, я решила хоть что-нибудь ответить. Может, блокнот? Блокнот нет? Данил, будете говорить? Какой-нибудь ридер, я не знаю. А на самом деле пролистывать – это брауз. Это браузер. Это интернет-браузеры, начиная от оперы, заканчивая Мозиллой и прочими замечательными Google-хромами. Ну что ж, счет после компьютера для чайников – 35-35. Данил выравнил счет. Браво! У нас следующий мой. И воспитатели. Я обращаюсь к Данилу. Есть у нас воспитанная хотя бы одна девочка в команде? Счастье есть. А кто это? Ее имя Татьяна. Татьяна. Самая воспитанная. Великолепная. Татьяна Александровна, вы догадались уже, почему тема называется «Воспитатели». Почему? Ну, потому что во дворце творчества мы не только обучаем, мы воспитываем детей. Хорошо. А кто у нас самый главный по воспитанию во дворце? Олег Васильевич Макошкин. Зам. Директора по воспитательной работе. Итак, Татьяна против Олега Васильевича. Вперед! Воспитатели! 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 Итак, тема «Воспитатели». Он – это воспитатель Маши в мультсериале или наоборот. Татьяна? Медведь. Медведь, конечно. Это воспитательница, но просто леди совершенства. Олег Васильевич? Мэри Поппинс. Мэри Поппинс, конечно. Я само совершенство очень скромно, она признавалась. В советском пионерлагере на каждом отряде работали двое. Воспитатель и пломб. Танечка, фальстарт у вас? Вожатые. Работали, Олег Васильевич? Долгие годы. Долгие годы. Как я вас понимаю, то же самое. Кентавр Херон, воспитывая героя Ахилла, кормил его мясом этого хищника. Чье мясо? Логично предположили. Но раз герой, чье мясо должно быть? Хищника. Много львов? А, Татьяна? Лев. Льва, конечно, львиным мясом он его кормил. Великолепно, Татьяна. Вот все логично. От этой воспитательницы Александр Сергеевич Пушкин в сущности и научился русскому языку. Да. Арина Родионовна. И это правильный ответ. Арина Родионовна Яковлева, крепостная крестьянка. Именно она говорила с ним по-русски, потому что мама говорила с ним «парле в франце». Итак, после темы воспитателей 45-50, чуть-чуть впереди педагоги, у нас следующая игра. Итак, следующая игра-тест. Игра централизованная, наше тестирование скоростное, три варианта. И кто быстрее нажмет на кнопку. Итак, Даниил, вы готовы кого-то отправить? Давайте, Елизавету. Так, Елизавета, готовьтесь. Тен Санна, кого отправляете вы? Любовь Андреевну. Любовь Андреевна. Итак, Лиза против Любовь Андреевна. Вперед! Итак, посмотрим, кто лучше знает реалии нашего юбиляра 80-летнего и вечно молодого, и бесконечно творческого восхитница клуба «Лидер» либо лидер Лиги КВН. Итак, поехали. Первая заповедь клуба интеллектуальных игр «Белая Рысь» звучит так. Нам не нужны а. умные, б. тупые, ц. скучные. Да? Скучные. Скучные, Любовь Андреевна? Умные. Умные. Нам не нужны умные, нам нужны сообразительные. То есть нам не нужны шкафы с энциклопедии, нужны люди, которые вот так, как у нас сейчас в режиме онлайн, догадываются о том, чего они даже и не знали. Или логически вычисляют. Играем. Народная студия изобразительного искусства во дворце носит имя. А. Шагала. Б. Ващенко. С. Покаташкина. А. Фальстарт у вас, Любовь Андреевна. Фальстарт. Зеленая лампочка не загорелась. Еще раз, можно варианты. Можно варианты. Шагал, Ващенко, Покаташкин. Пусть будет Покаташкин. Покаташкин. Студия получила совсем недавно имя ее бессменного руководителя, заслуженного учителя Беларуси Валентина Петровича Покаташкина. Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Во время войны здание дворца было разрушено, и после войны дворец вернулся в свое любимое родное здание только А. В 1947, Б. В 1953 и С. В 1960. Льва Андреевна. Еще раз повторите цифры. 47, 53, 60. 47. 47. Не успели бы за два года. Лиза? 47, 53 и 67. 60. А, 60. 60, вы считаете. Только в 60-м году смогли восстановить, поднять из руин это замечательное здание и вернуть в него детей. Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ 10 очков. 10 очков стоит ответ. Ну, сейчас Татьяна работала с подбора. 5 очков она заработала. Играем дальше. Одно из объединений дворца называется А. Сила духа. Б. Сила слова. И С. Сила мышц. Льва Андреевна. Сила слова. Сила слова. Сила слова. Может, знаете, кто руководит? Олег Васильевич Макушкин. А чему он там учит-то, собственно? Силы. Силы настоящего русского слова. О, я догадываюсь. Я хочу позаниматься у него. То есть Олег Васильевич у нас маг. То есть он заклинания практикует. Он маг. Маг. Хорошо. Пятый вопрос. Музыканта Георгия Шнеркевича, руководителя наших всех этих студий музыкальных, называют отцом Гомельского. А. Джаза. Б. Блюза. С. Рок-н-ролла. И Любая Андреевна выжила в ноль кнопку. Прошу. Да, слушаю вас. Рок-н-ролла. Рок-н-ролл. Да, отец Гомельского рок-н-ролла наш Шнеркевич. Дай бог ему здоровья. Сейчас он немножко приболел. Мы все, все из студии желаем этому замечательному, уникальному, бессеребреннику, труженику счастья и здоровья. Отцу Гомельского рок-н-ролла. Итак, 60-80, педагоги впереди. Следующий бой. Слайд-игра. Любимая забава наших участников. Ну, чего бывает проще. Видишь картинку, называешь, что изображено. Тут немножко будет сложнее. Картины и художники. Нужно будет назвать картину. Ну, и за дополнительный бонус еще и художника. Даниил, кто у вас? Конечно же, художника по имени Лиза. Художник по имени Лиза, который рисует геометрию. Ну, я надеюсь, в просто живописи она тоже немножко подкована. Геннадий Викторович, вы готовы, да? Да, Геннадий Викторович. Итак, Лиза против Геннадия Викторовича. Вперед! Лиза! Лиза! Ничего, ничего жать не нужно. Ничего жать не нужно. По очереди я буду обращаться к вам. Для каждого будет отдельный слайд. Если соперник ошибется, вы подберете его очки, уроненные им на пол студии. Итак, внимание. Геннадий Викторович, начинаем с вас. Нужно назвать первым делом картину. Правильный ответ. 10 очков, бонус еще 5. Аленушка. Аленушка. Это 10 очков уже заработал человек. А может, автором зовете? Может, Лиза знает? Нет. Тоже не знает? Это работа Васнецова, нашего известного художника-сказочника. Итак, 10 очков Геннадию Викторовичу. Работаем мы с Лизой. Моя волшебная палочка щелк-щелк. Итак. Грустный мальчик. Из школы пришел. Че грустный? Не? Геннадий Викторович? Опять двойка. А автор? Решетников. Решетников. Великолепно. Перов. А картина? Тройка. Тройка великолепная. Ну и было на выставке еще другое название. Дети, везущие в гору чан с водой. Одно из названий. Прошу вас. Об этом художнике мы уже разговаривали сегодня, Лизочка. Забыла фамилию художника. А может, картину назовете? Нет, не назовете. Увы, увы, увы. Геннадий Викторович? Бояриня Морозова. Бояриня Морозова, а художник? Суриков. Десять очков засчитайте, педагогам. Лиза. Рубель. Картина. Как называется? Лебедь. А, не лебедь она называется. Может, догадаетесь, там маленькое добавление. Не просто лебедь. Белый лебедь. Белый лебедь. Царевна лебедь. Царевна лебедь. Ну вот, за врубили все-таки пять очков стоит засчитать Геннадию Викторовичу. И мы играем с Лизой. Лиза, играем с вами. Покаташкин? Покаташкин, да. Это его полотно. Звуки моря. Великолепно. Десять очков. Лизе. Играем с Геннадией Викторовичем. Прошу. Иисус Христос в пустыне. Христос в пустыне. Автор? Поленов. Нет, не Поленов. Может, кого-то из передвижников назовете? Это Иван Крамской. Десять очков педагогам. Вознесет по кочкам детей. Геннадий Викторович, Лиза, с вами работаем. Все извергается. Народ бежит. А, вулкан горит. Живопись точно не ваша. Ну, что же делать? Прошу. Последний день Помпеи. Последний день Помпеи. Автор Карл Бриллов. Прошу, к Лизе. Ну, тихо, тихо, тихо. Лиза, Лиза. Тихо, 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 тихо. Без подсказок, Лиза, говорите. Ну. Смелее. Смелее, Лизочка. Не, ну не бойтесь. Что? Понятно. Команда хором. Грачи прилетели. Грачи прилетели. Десять очков в команде. Мы против подсказок. Но если вся команда в едином порыве рассказывает художнику, как называется, картина, вот их надо поощрить, конечно же. Это еще был не последний слайд. Прошу. Апофеоз войны. Апофеоз войны. Ну, а автор? Верещагин. Верещагин, конечно же. Десять очков. Взрослым пять очков детям. И счет потрясающий. 85-160. Но все еще можно исправить. Следующий бой. Итак, следующий бой. Наша риск игра. Единственная игра со штрафом. Правильно отвечаешь. 20 очков. Неправильно. Минус 20, но можно просто промолчать. Обычно эту игру отправляют самого мощного, самого сильного, самого выдержанного игрока. Даниил, кто это у вас? Допустим, буду я. Ну, почему допустим? Такие девчонки на тебя смотрят влюбленным взором. Татьяна Александровна, кто у вас? Ну, против молодого человека. Мы тогда тоже выставим своего молодого человека. Олега Васильевича. Хорошо, Даниил против Олега Васильевича. Вперед! Прекрасно. Наша риск игра составлена из вопросов игры дуэльной. Вернее, из тем игры дуэльной. Начнем. Лидеры. Лидеры. Был такой лидер Мао Цзэ Дун. Чем он рулил? Какой страной? Вот как все забывается, вот как все уходит в лето. Олег Васильевич? КНР. КНР, а вот перевести вот КНР. Китайская Народная Республика. Китайская Народная Республика. Да, 20 очков. Мы начинаем КВН. Этот конкурс когда-то начинался с песенки. Не знали наши мамы, не знали наши папы, Что дети непростые, у них в семье растут. Капитанский. Подадутым детям ни кепки, ни шляпы, Фуражки капитанов им больше подойдут. Еще 20 очков Олегу Васильевичу. Кисти и краски. О живописи в супрематизме не может быть и речи. Живопись давно изжита, И сам художник предрассудок прошлого. Автор цитаты. Знаете вы его картину такую вот, Геометрическую. Ну? А тем не менее, это Казимир Малевич, Черный квадрат, собственно, основатель супрематизма. Компьютер для чайников. Вот такая шутка есть. Так шутят о временах до соцсетей. Тогда еду ели, они фотографировали. А вот они, это были просто собаки. Лайки. Лайки, конечно же. Сначала жмем на кнопку, потом отвечаем. Конечно же, лайки. Сейчас за ними гоняются их, хотят их, жаждут. И последний вопрос. Великий педагог, великий воспитатель Януш Корчик говорил, Детей нет. Есть они. Олег Васильевич. Воспитанники. Есть воспитанники. Он гораздо глубже был. Вы отминусовали 20 очков, но при вашем счете это не страшно. Может, Данил рискнет, как человек умный и сообразительный. Итак, детей нет. Есть. Люди, может быть. Люди. Великий педагог Януш Корчик считал, что нельзя к детям относиться, как к существам более низкого порядка. Прежде всего, он видел в них таких же людей. Он воспитывал их, как равных. Вот на этой, собственно, мысли, великой, глубокой, великого воспитателя, отдавшего свою жизнь за детей. Я бы и хотел закончить нашу ордит пятерку, потому что, я думаю, 80 лет бесконечного творчества в нашем дворце прошли, можно сказать, именно под этим девизом. Детей нет. Есть люди. Я напоминаю, что вы смотрели игру специальную, посвященную 80-летию Дворца творчества и молодежи. Вот буквально на днях шумно, красиво, с помпой, с наградами, с подарками было отпраздновано это великое событие. Ну, а для тех, кто сейчас нас смотрит, я напоминаю, ордит пятерка, выходит по субботам, Беларусь 4, включаем, смотрим, и самое главное, смотрим пятерку, получаем десятки, играем! КОНЕЦ